Как совпало в этом году? Суббота и самый прекрасный, конечно, самый прекрасный праздник – День защиты детей. И о том, кто больше всего нуждается в помощи и чем каждый из нас может помочь, говорим, пожалуй, уже традиционно сегодня с председателем Алтайского отделения Российского детского фонда Оксаной Овчинниковой. Оксан, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Кому вы помогаете? И действительно ли ребятишки, которые обделены по той или иной причине судьбой, получают какую-то помощь, и вы достучитесь до них с праздником? Да, конечно. Мы приложили в этом году максимум усилий. И, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо нашим меценатам, потому что без их участия, без их вклада у нас бы ничего не получилось. Наши единомышленники, наши друзья, наша опора, поддержка. Спасибо огромное. Не могу перечистить их, потому что достаточно много фирм, но, я думаю, многие из них слышат. И низкий поклон вам за всё, что вы делаете, за то, что вы помогаете, за то, что вы верите нам. Я почему спрашиваю? В прошедшем времени я знаю, что у вас 1 июня уже стартовало дней 10, а то и больше назад. Вы уже провели массу мероприятий и обрадовали ребятишек. Расскажите, пожалуйста, кого и что ещё предстоит? Да, мы в этом году пошли по такому пути, как максимальный охват. Это школы-интернаты, коррекционные школы-интернаты. Это воспитанники центров помощи детям, оставшиеся без попечения родителей. Это различные реабилитационные центры, детские санатории, специализированные детские санатории, где дети с различными заболеваниями находятся. То есть максимально широкий охват, чтобы дойти до вот этих вот категорий, которые особо нуждаются в заботе, в нашей внимании, в любви. И я вот сейчас уже накануне 1 июня могу сказать, что, видя их счастливые глаза, это не преувеличение. Видя восторг, удивление, восхищение всем происходящим... Вы же помогаете не только городским детям. Вы привозите детей из районов. Вот чему радуются дети из районов? Отличаются? Ну, вы знаете, у них радость настолько неподдельная и настолько бывает таким вещам, которые нам кажутся совершенно привычными, чему тут радоваться, удивляться. У меня была вот в несколько дней такая ситуация, когда двое ребят из края как раз боялись подняться на стеклянном лифте. Это торгово-развлекательный центр «Пионер». Я их держала за руки. То есть для них это впервые было. Они никогда не ездили. А сколько лет детям? Ну, 5-6. Вот такие вот. Не совсем маленькие ребятишки приехали. А там, представляете, их впереди еще ждало серебряное шоу. В кино в формате 3D. Напитки. Попкорм. Ну, конечно, это вот просто неописуемый восторг. Они даже разговаривать не могут первое время, потому что у них только вот какие-то вот эмоции подпрыгивают, хлопают в ладоши, радуются, обнимают всех, говорят бесконечно спасибо, бегут. Ну, то есть вот такие эмоции непередаваемые, детские, совершенно естественные, искренние. Вы в этом году решили прежде всего праздник подарить детям-инвалидам. Почему именно эта категория? Ну, да, ребятишки с особыми образовательными возможностями поговорили с руководителями этих учреждений. И вот у нас, например, дети-надомники были, которых очень редко куда приглашают. Есть детки, которые вообще ведут себя немного странно. Они, да, действительно искренне радуются. Они могут там подбежать, обнять, что-то закричать, могут сесть на пол и радоваться. Ну, такие вот, такой у них мир. Вот эта категория, она самая, высказала самые такие приятные слова, нас поблагодарила. И прям родители настолько были растроганы вот этим всем. И потом из учреждений руководители звонили и говорили, что спасибо огромное. Вы вот прям, не знаю, наших детей сделали счастливыми. И они это мероприятие будут долго помнить. Вы назвали учреждение слово «Дети без родителей»? Нет, учреждения, это школы-интернаты, где они учатся, либо на домное обучение. То есть это ребёнок, который даже не может учиться в коррекционной школе-интернате. То есть у них, у него очень узкий круг общения. Это мама, близкие, родственники. Их сопровождают, безусловно. Я, знаете, Евгения, извините, перебью. Хочу сказать, вот это ведь очень хлопотно. Дети коррекционные, они когда у нас приходят на кинопоказ, им вручают дорогостоящие оборудования, очки, которые позволяют смотреть фильмы в 3D. И дают им попкорн, уколову. Я когда захожу потом в зал, это, естественно, где-то просыпается, где-то проливается. В этот раз у нас уронили... Оксана, вы так говорите, с обычными-то с детьми больше двух, если собирается та же история. Конечно, очки, кто-то про ним прошёлся. То есть это ребятишки вот такие. И тем не менее нас приглашают, ну, несколько раз в год. Вот прям огромное спасибо. Вы поблагодарили сегодня меценатов, представителей предприятий. А помогают обычные люди? И кто эти люди? Ну, хочу привести такое, рассказать такую историю. У нас есть Жердева Наталья Петровна, замечательная женщина. Ей уже за 90 перевалило. Она нам вяжет носочки для наших подопечных. Вот такая трогательная история. У неё есть свой план. То есть за полгода она, ну, 30 с лишним носочков привозит. Конечно, это немного. Я думаю, что сейчас зрители смотрят, скажут, ну, я-то за вечер вяжу носочки. Но с учётом её особенности состояния сейчас здоровья, особенности её возраста, это прям такая вот стахановская норма. Вот она мне рассказывает, что у неё вот ежедневно есть план там связать столько-то там рядочков. Вот она встаёт утром, завтракает и садится, вяжет. Потом отдыхает и опять вяжет. Вот говорит, иногда, ну, нет сил, как-то и болею, неохота. Я сама себе говорю, так, что-то разленилось. Ну-ка, давай, ребятишки ждут. Вот, звонит нам, когда вот выполнит свою норму, звонит, приезжаем, забираем носочки. И она ещё всегда даёт деньги сэконом. То есть она копит с пенсии. Вот за последнее полугодие прошедшее вот 3 тысячи она внесла на программу «Нет детскому туберкулёзу». Кому эти носочки вы передаёте? Каким деткам? Ну, которые находятся вот как раз в наших центрах помощи детям. Вот, то есть детям-сиротам отдаём. Туберкулёзную больницу передавали. Всё это очень востребовано. И я, конечно, когда отдаю носочки, всегда рассказываю ребятам, кто их вязал. Потому что это не просто изделие, а в них вложена и доброта, и любовь человеческая, что вы необыкновенно, вы обязательно выздоровеете. Когда вот оденете эти носочки, вас обязательно они согреют. Вы сказали уже, что вы поддерживаете не первый год детей, больных туберкулёзом. В этом году как вы их порадуете? И какова у нас картина в крае? Больше, меньше этих детей стало? Не стало ли меньше всё время, хочется услышать? Ну, идёт снижение, да. Но, тем не менее, количество заболеваемости снижается детей, но, тем не менее, всё равно эта цифра очень большая. У нас есть пять детских учреждений туберкулёзных. 15 лет мы их поддерживаем. В этом году 15 лет программе недетскому туберкулёзу. На 1 июня мы тоже их порадуем. Рубцовское отделение туберкулёзной больницы, детское отделение туберкулёзной больницы. Туда у нас поступили новые матрасы ортопедические. В прошлом году мы купили кровати, 30 кроватей, в этом году 30 ортопедических матрасов закупили. А также смеси для приготовления кислородных коктейлей, электрическую плиту и телефонные аппараты. То есть, вот, ну, то есть там около суммы около 200 тысяч рублей у нас ушли в Рубцовскую детскую туберкулёзную больницу. Вот вы называете такие вещи, а они не обеспечивают государство совсем? Почему эти вещи покупаются за счёт частных средств? Мне этот вопрос часто задают меценаты, и я вот им отвечаю, сейчас скажу. Я не знаю, я не являюсь руководителем этих учреждений, я не работаю в Министерстве здравоохранения, я не знаю эту систему. Но если есть возможность, я говорю, давайте поможем. Пока мы будем перекладывать ответственность друг на друга, у нас дети, больные дети, будут находиться в зоне риска. Давайте сделаем это доброе дело. Вот буквально на днях у нас позвонили из туберкулёзного детского санатория, краевого, единственного в крае, где в год проходит тысяча ребятишек, а единовременно находится 200, 50 дошкольного возраста и 150 школьного возраста. У них сломалась газонокосилка, сломалась так, что починить её невозможно. Впереди лето, а лето – это комары. И если мы не купим газонокосилку, будем там, ну не знаю, ждать какое-то время, искать какую-то возможность, у нас детей будут заедать комары. Купили или ещё нужна помощь? Средства мы уже на это нашли, так что в ближайшие дни мы купим. И хорошая газонокосилка, не дешёвая, у нас будет доставлена в туберкулёзный санаторий. Я буду спокойно спать, понимая, что у нас 200 детей ежедневно гуляют, и их не едят комары. Вот такие большие и малые дела мы делаем благодаря нашим меценатам. Оксана, этот год объявлен годом борьбы с редкой болезнью муковисцидоз. В Алтайском крае таких ребятишек, насколько я знаю, несколько десятков, поправьте меня, сколько. И что этим детям требуется, какая помощь? Ведь там особое питание, средства на это особое питание. Год муковисцидоз – это объявил попечительский совет марафона «Поддержим ребёнка». То есть это только у нас в Алтайском крае. У нас был год ДЦП, год диабета, ну то есть когда мы усиленное внимание вот этому направлению уделяли. И в этом году, да, у нас год, ну не борьбы, к сожалению, это неизлечимое заболевание. Но мы с особо пристальным вниманием относимся к детям вот с этим вот недугом. Вот недавно на широкий экран вышел фильм «Метри друг от друга». Это вот как раз про это заболевание, очень серьёзное заболевание. Повторюсь, неизлечимое – это генетическое заболевание. И самое страшное, что детям с этим недугом нельзя общаться друг с другом. Это может привести к летальному исходу, почему в «Метри друг от друга». То есть мы их не можем собирать вместе, мы не можем для них устраивать праздники. Вот такое вот особенное заболевание. Вчера состоялся попечительский совет марафона «Поддержим ребёнка». Было принято решение, вот опять же в ближайшие дни 2 миллиона рублей будут перечислены при плетении лекарственных препаратов и различного другого оборудования, которое необходимо ребятишкам. Если говорить по картине, 49 ребятишек у нас вот с этим недугом в Алтайском крае. 49 болеет. Это только детей. В финале хотела бы я вам сказать, что, во-первых, примите слова благодарности. И давайте ещё раз напомним, как, кому мы можем помочь, куда обратиться. И каждый из нас чем может помочь детям, которые в этом нуждаются? Добро – понятие собирательное. То есть каждый может нести свою лепту, своим участием прийти, что-то нам помочь финансово. Может быть, есть возможность передать игрушки, игры, книги. Если меня слышат сейчас предприниматели, ну не знаю, какие-то изделия, трикотажные изделия, носочки. Вот сейчас в реабилитационном центре «Солнышко» просто беда с этими носочками. Дети приезжают. То есть любой помощи мы будем рады, и я вам обещаю, что она дойдёт до адресатов. Спасибо, Оксана, вам большое. С наступающим вас праздником. Мы сегодня говорили с председателем Алтайского отделения Российского детского фонда Оксаной Овчинниковой. Давайте не только 1 июня, а каждый день делать всех детей счастливыми. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»